Ну, честно говоря, я под таким градусом, потому что мы съехали в таких пробках сначала, и я боялась опоздать, приехала сильно загодя. Потом вот Никита приехал впритык, и, конечно, нерв, нерв такой. А вот, а сейчас наши слушатели нерв дают, пишут, пишут сообщения. Ой, подождите, где-то было из пробки сообщение. Ну, градус мы задали. А можно, Никита, музыку мы почитаем, смотри, вот прям они прекрасны. Вот то, что мы хотели с вами. Да, вот это, мне кажется, такое очень мужское. Напомню, наши слушатели, вы, ребята, присылаете сообщение, о чем вы хотели бы промолчать, потому что под эту музыку хочется помолчать, может быть, немножко погрустить, пусть это будет светлая грусть. Я хотел бы помолчать очень мужское. А той, чей образ встает всегда передо мной, когда я занимаюсь любовью с другими женщинами, потеряла свое счастье. Обалдеть, слушайте, как жалко мужчину-то. Да почему? Ну как, он пишет, что он счастье потерял. Потерял, да, да. Но все равно оно же у него было. И это прекрасно. И его уже не отнять, никуда это не денется. Так. Что, Мария, тоже задумывалась? Чем-то похожее смс-сообщение, но перефразировано по-другому. Хочу промолчать о сделанном болезненном выборе в полдезу долго. И что, любовь не умерла до сих пор? Такие мины у нас смс. Что еще пишут? Так. Да-да, эта песня была про моего козла. Все-таки наша слушательница не сдается. А я буду молчать, пишут нам о желтых листьях, что лежат на земле уже под снегом. Опавшие листья? Нет. А у нас есть песня такая, она так и называется «Опавшие листья». И Нина Шацкая создает нам музыкальное настроение. Нина, вот это вам понравится. Ах, про промолчать. Давайте-ка молчать про счастье, которое кроется в каждой секунде, когда слышишь голос Нины. Клево? Да. Если честно... Слушатели умеют поднимать самооценку нам. Алекс, я признаюсь, я так давно хотела на вашу радиостанцию, и я и так, и сяк пыталась. Ну, у вас вот... Вас, ваших редакторов на хромой казине объедешь. Пока сами не позвали, ничего у меня не получалось. Нина, поднимайте нам рейтинг, поднимайте. Какая конкуренция у нас. Вот. И я очень рада, и мне очень приятно. Я знаю, что у вас очень аудитория продвинутая, современная, энергичная. И меня радует, что вот такие письма в мой адрес приходят. Это здорово. Да, да, они такие. Ну, немножечко грустим сегодня, слушаем прекрасный джаз, и хочется помолчать о том, что на самом деле я не очень счастливый человек. Кто-то нам пишет, вздохнул. Ладно, не наговаривайте на себя. Давайте лучше песню послушайте. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добро дойдем вокалистке с концертмейстером аплодирую стоя. Спасибо. Я недавно была в Казани, у меня был концерт сольной филармонии, был аншлаг, и я признаюсь, я думаю, нашему слушателю это будет приятно, потому что вот впервые в жизни именно в Казани я приехала на концерт, где публика пришла не на жанр, скажем, романс, они пришли на Нину Шацкую. И они совершенно иначе меня принимали, вы знаете, это совершенно две большие разницы, когда сборный концерт, когда объявлен концерт романцев, и исполнители знают, ну, часть публики. Здесь меня объявили и шквал аплодисментов, совершенно не по-романцевому, все-таки романцевая публика такая, она более сдержанная. Казань меня приняла просто шквалом. А в Москве где ваш публика? Где ваш зал? Где вы чаще всего... Дом музыки. Дом музыки. И вот маленькие залы. Хорошие, очень уютные, да. А в феврале вот у нас... Можно? Нужно? Да. 6 февраля будет повторяться наш с Олей Кабо спектакль на стихи Марина Цветаевой. О Марине Цветаевой Ольга рассказывает словами дочери о рядной фрон. Письма, воспоминания, а я пою баллады, песни на стихи Марины. Ой, 6 февраля приходите в Светлановский зал, большой. Единственное, по-моему, там свечи нельзя зажигать. Точно. Оль, наверное, вам говорила. Нет, нет, я вот думаю, что сейчас же пожарные, от них все зависит. А было бы красиво. Это что, в театре мы потеряли свечи теперь? Да, да. Свечи и сигареты. Серьезно, нельзя сейчас. Хорошо, что кофе еще остается. Давно уже нельзя свечки зажигать. Но иногда нарушают правила пожарной безопасности. Есть такие смельчаки. Ой, не знаю. И вот скажите мне, куда катится этот мир? Пишет Сергей. Иногда чертовски тянет помолчать с самим собой, о самом себе, задать себе вопрос. А может, зря выбрал тот путь, по которому иду. Но потом сам себе в тишине так. Старик, все нормально. Все хорошо. Добрый вечер. Молчать сегодня не могу вообще. Так хочется поделиться. Сегодня я узнала, что во мне часть крови японская. Так вы немножко гейша. Не подписавшаяся наша слушательница. Помолчу о том, что сегодня четверг, а так на пятницу похоже. Ой, я... Кстати, вот профессия артистов, певцов, она еще характерна тем, что нет выходных. Вы, наверное, Алекс, кстати, тоже знакомы. И всегда очень трудно понять, какой день недели. Я теряюсь и не понимаю. Если работа, значит, какие-то праздники и выходные у людей. Самый расслабленный, это как раз понедельник. Да-да-да, конечно.